Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видео мы обсудим самые первые обзоры Xbox Series S, обсудим его все минусы и плюсы, ну а также затронем немножко и версию Xbox Series X, поскольку стали появляться более детальные обзоры и на неё. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также ловите промокодик на онлайн кинотеатр ОККО, который даст вам 60 дней подписки Optimum всего лишь за 1 рубль. Если что, код сработает на любом профиле, на котором нет активной подписки. Ссылочку на активацию я оставлю в описании и давайте начнём. А начнём с того, что 5 ноября наконец-таки спала эмбарго на Xbox Series S, и из-за этого появилось множество всяких обзоров и рецензий. Напомню, что Xbox Series S это слабая модель консоли Xbox Series, но которая, несмотря на это, является консолью 9-го поколения и даст всем её обладателям чувство нахзгена, а самое главное, возможность поиграть во все новые игры, которые будут выходить в ближайшие 7 лет. В принципе, это та же самая консоль, что Xbox Series X, но отличается она железом и, соответственно, разрешением в играх. Недавно мы обсуждали эту тему и, исходя из анализа, выяснилось, что тот же Якутза имеет два режима, один из которых это 1080p и 30 fps и 900p и 60 fps. Многие после этого капец как приуныли, но знаете, если взглянуть на тесты в других консолях, то вы поймёте, что в этой игре просто фиговая оптимизация, ибо ни на одной другой консоли игра не выдаёт максимум. Если же проанализировать тот же Apex Legends, который также получит улучшение, то там будет так. В режиме графики будет улучшено освещение, и на Series X игра будет идти в 2160p и 60 fps, а на Xbox Series S она будет идти в 1440p при 60 fps. Также в этой игре будет режим производительности, но там не будет улучшенного освещения, будет то же самое разрешение, но игра будет идти в 120 fps. Поэтому выводы делайте сами. Также насчёт разрешения и всех этих показателей, а именно про зависимость цифр, я записывал видос. Вы можете посмотреть его, в нём я высказываю своё мнение насчёт этого. Но в этом видосе я скажу так, что пользователю, который купит эту консоль, вряд ли будет как-то дискомфортно играть. Ибо у большинства всё-таки не очень большие 4К телеки, или вообще их нет. Ну а на Full HD, для которого, кстати, и создавалась эта консоль, это просто лучший вариант, тем более очень бюджетный. Кстати, мой друг Анвиджил предзаказал именно Xbox Series S, поэтому можете перейти к нему на канал, подписаться и ждать на неё обзор. Если что, ссылочка на его канал будет в описании и в подсказке. Вообще, чтобы убедиться в разнице, советую вам просто смотреть вживую. И понимать, удовлетворяет вас картинка или нет. Ибо кто-то придирается к пикселям, кто-то нет. Но сразу скажу, что не будет разницы, как небо и земля. И вообще, как по мне, самое главное, чтобы везде были одни и те же игры. И если в обзорах кто-то выразил сомнение по поводу того, что S-версия проживёт не так долго, то я так не думаю. Поскольку если Microsoft с течением времени перестанет на неё выпускать игры, она убьёт всю репутацию. И поставит себя в очень неловкое положение. Да и вообще, не парьтесь по этому поводу. Поскольку та же самая фатка при своём слабом железе смогла запустить абсолютно все игры, что и Xbox One X с шестью терафлопсами. Что касаемо отличия именно в разнице в играх между Xbox Series X и Xbox Series S, то пока идёт обсуждение того, что разное тут лишь разрешение. Даже трассировка, количество кадров везде одно и то же. И опять же, глядя на обзоры на ютубе, вы вряд ли заметите какой-то разницы. Ибо опять же, одна и та же игра, одни и те же настройки графики, разница лишь в разрешении. И на мой взгляд, если это реально продолжится и действительно будет, что в играх разница будет только в разрешении, то это будет действительно крутой бюджетный вариант, чтобы опробовать Next Gen. Консоль, кстати, получилась даже меньше, чем Xbox One S. То есть в плане перевозок это вообще очень круто. Закинул в рюкзак и пошёл. Технология трассировки лучей, более быстрый запуск игры, всё это будет также и на Xbox Series S. И абсолютно все функции, что были на Xbox Series X. Поэтому, повторяю ещё раз, что разница, скорее всего, будет так же, как и между Xbox One S и Xbox One X. Единственное, в Xbox Series S нет дисковода. Это нужно учитывать, ибо мне кучу народу пишут, мол, что мне делать, у меня много дисков и я покупаю Xbox Series S. Как бы глупый вопрос, но в данном случае ничего не поделаешь, просто либо нужно отказываться от дисков и переходить на цифру, ну или же копить на Xbox Series X. Если что, на данный момент нет способа, чтобы к консоли без дисковода можно было подключить внешний привод. Единственный жёсткий минус Xbox Series S, на который все опираются, так это объём памяти. На S-версии он равен 512 гигабайтам, но по классике доступно чуть больше 350. Ну а если быть точнее, то 364 гигабайта. Если учитывать, что новая колда будет весить около там 136 гигов, то это проблема. Но на мой взгляд, если бы был бы там терабайтник, то было бы лучше, но дороже. Ну а если делать дороже, то как бы в консоли не было бы того смысла, который есть. А именно, самый бюджетный вариант для NextGen. К этому минусу для многих подключается ещё и под-минус, который кроется в сценике на расширении памяти. Если что, внешний SSD-шник стоит около 20 тысяч рублей. То есть почти как стоимость консоли, и естественно, расширять себе память в данной ситуации немного невыгодно. Впрочем, мне кажется, тогда уж вторую консоль купить, доплатив 7 тысяч. Но напоминаю, что серия SES поддерживает и обычный жёсткий диск, где можно будет хранить игры от старых Xbox. От нового Xbox Series тоже можно хранить игры, но запускаться они с него не будут. И тут, в принципе, уже есть маленький лайфхак. Дабы не ждать полную загрузку игры с интернета, вы сможете подключить внешний накопитель, перебросить туда нужные игры или наоборот ненужные, и со временем их просто перекидывать либо на SSD-шник, либо на внешний жёсткий диск. Это существенно сократит время, нежели скачивать игру заново. Да, это, конечно, не мгновенно, но тот же Assassin's Creed Odyssey передаётся, по-моему, где-то плюс-минус 15 минут. Так скажем, выход с этой проблемы вижу именно так. Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, подписываться на канал, потому что об этом лайфхаке я расскажу более подробно, ну, если, конечно, у меня появится внешний жёсткий диск. А вообще, в данный момент у меня на фатке 500 гигабайт, и лично я не играю во все игры сразу, поэтому что-то ненужное я просто удаляю и скачиваю нужное. И мне, в принципе, его хватает. Но, опять же, это дело выбора, дело привычки и тому подобное. О, кстати, вспомнил ещё один минус, но он будет не для всех. Консоль Xbox Series S, к сожалению, не получит тех апгрейдов для игрообратной совместимости, что и Xbox One X. То есть, если у вас была консоль Xbox One X, то разрешение на Series S будет хуже. Опять же, дело лишь в разрешении, не в качестве картинки. И это важно учитывать. Обосновывается это тем, что S заточено под разрешением 2К и 1080p, и поэтому апгрейда до 4К ей никак не получить. Также многие ругают консоли за отсутствие стартовых игр. И, признаться, в этом я тоже вижу некую проблему, поскольку консоли созданы, чтобы играть. И, покупая новую консоль, ты продолжаешь, по сути, играть в старые игры. Да, будут и новые игры, но они будут доступны везде, и как бы нету глобального смысла бежать именно за новой консолью. Ну, конечно, за исключением, если вы вдруг очень хотите поиграть в Medium и Bright Memory. Если что, эти игры как раз таки выйдут только на Xbox Series и на ПК. Но тут есть маленькое преимущество. Многие игры получат оптимизацию под новые консоли, поэтому, так или иначе, вы должны будете заметить немножко изменений. Где-то повысится качество картинки, где-то количество кадров и тому подобное. То есть на Xbox Series в любом случае изображение будет лучше. На мой взгляд, это прикольное отличие от нынешних консолей. Если делать вывод со всех обзоров, то я все еще остался при мнении, что Xbox Series S это идеальный вариант для тех, кто не гонится за разрешением. У кого нету 4К телека и, что самое главное, это самый бюджетный вариант Next Gen. Всего лишь за 27 тысяч рублей вы сможете купить консоль нового поколения и не париться в течение лет 7. Для тех, кто переживает о том, что на S-версии графика может быть хуже, пока разница лишь в разрешении. Да и вообще, советую вам жить все-таки по своему бюджету. Если есть деньги и хотите большего, то покупайте серию X. Если вам пофигу на разрешение, у вас телевизор 1080p и вы хотите дешевый вариант, то однозначно берите S-версию и не парьтесь. Если вдруг не понравится, просто продадите. Также вам советую не слушать сказочников про то, что на немощных консолях все очень плохо. Графика вырви глаз, играть невозможно. Все на самом деле познается в сравнении, для кого-то разница будет значительная, а для кого-то нет. Но опять же, если посмотрите разницу на ютубе, конечно, понимаю, что это немного бессмысленно делать, но особых отличий вы не заметите. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видос. Надеюсь, что те, кто переживал за S-версию, не переживают. Если видос понравился, то с вас лайк, подписка на канал. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. И до новых встреч.